Всем привет, это Хижина Музыканты и сейчас будет долгожданная гитарная чат-рулетка, которую вы так долго ждали. Посетим русскую чат-рулетку и попоем песни, наши любимые, под гитару. Не забудьте влепить лайк, набираем 50 тысяч лайков, снимаю продолжение. И не забудьте подписаться, ребята, уже на этой неделе мы отпразднуем 3 миллиона подписчиков. Кстати, можете меня поздравить, общее количество просмотров на трех моих каналах на ютубе перевалило за 660 миллионов просмотров. Это просто вау. Мне безумно приятно, что мои познавательные, развлекательные и позитивные ролики приносят вам удовольствие. Поехали смотреть. Привет. О, привет. Как настроение? Все хорошо у тебя. Да не очень, что-то скучно тут. Сколько можно крутить, да, вообще? Вообще ужас, кошмар. Давно сидите? Минут 10. О, везет. И сразу я попался. Да, как нам повезло вообще. Ну, хотя бы гитарист, а не... Ну, гитару, а не этот... А вы что предпочитаете? Ну, там... Ну, таланты какие у вас, нет? Танцевали. Да, танцевали раньше. Неплохо. А под какую музыку? Кавказскую. Серьезно? Да. Вы оттуда, издалека прям? Здорово, здорово. Но слушать можем все, что угодно. И... Кавказскую сыграем. Вы что предпочитаете? Это Тимур Муцрави или... Это. Ладно. Ислам Метляшев. О, ну... Джонни? Джонни можно. Там Крит какой-нибудь и Чунгук. Можем Джонни? Наверное. Можно Джонни. Да? Да. С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. О-о-о-о. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, ты пари. Облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят, и ты сияй. Говори, да зари, вслух мне о любви читай. И пари, ты пари, ты мой счастливый рай. Только ты пари, ты пари. Облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят, и ты сияй. Говори, да зари, вслух мне о любви. Ты чудай, и пари, и пари, ты мой счастливый рай. Это просто что-то с чем-то офигенно. Ну, спасибо большое. Мне приятно. Вам что, не играли эту песню когда? Нет. Ну да, ее, кстати, на гитаре редко играют. Это вообще, это прекрасно, это что-то съемка. Ой, спасибо. Для прекрасных девчат. Не, честно, я тут, ем, маг кого сегодня видел. Там просто ужас. Сидит одна, красуется, такая, блин. Так круто, что я брюнетка, и эти блондинки такие, такие тупы, говорит. А что, этот стол пустой? Это вроде кухня у вас. Да. Все съели? Нет, надо было убрать. Скоро, мама придет. Я вижу, ты спалилась кейф-си там. А вот он и бургер. Ну, вы палевные, конечно же. Что? Ой, я... Мамина гордость, хорошо убираетесь и готовите супер тоже. Все обчистили, все спрятали, да? Да, тут молоко осталось. Ммм, а молоко для чего? Не знаю. Собственного производства, я думаю, да? Вдвоем пополняли, нет? Я сейчас с Мари спою песню, которую вы точно не знаете. Но она актуальная будет. Попробую гадать, кто автор этой песни. Ну, в смысле, какая группа. Но это будет нелегко. Вот такая, Мари. Мне так этого не хватало, мама, мама. Я знаю, ты там одна, но пусть рядом мне быть недавно. Весь мир у твоих, но наши души поют в урисон. Песни я главна. Без тебя этот мир обречен. Мама, мама, мама. Все по вашему лицу понятно, что вы ее не поняли. Да. Не зря я сейчас спел песню про маму, ведь скоро день матери, поэтому не забудьте поздравить ваших мам с этим прекрасным праздником. К сожалению, в этом месяце мне предстоит много разъездов и съемок, поэтому поздравить маму лично не получится, но благо есть сервис «Русский букет», который помогает порадовать родных и близких, даже находясь за тысячу километров от них. Заходим в приложение «Русский букет», на котором можно заказать доставку цветов в несколько кликов и отслеживать подготовку. На самом деле, очень удобное приложение, которое позволяет выбрать дату и время доставки заранее, то есть запланировать, как раз для меня, который частенько забывается во времени. Да и в праздники обычно большой ажиотаж, поэтому советую вам перестраховаться и встретить данный праздник во всеоружии. А еще «Русский букет» работает не только в России, но еще и по всему миру, так что дальние расстояния теперь не помеха. Так, давайте подберем цветы. Моей маму зовут Роза, поэтому обязательно нужны розочки. Огромный выбор, на самом деле, цветов. Кстати, тут есть не только цветы, но еще и подарки, шары, конфеты, корзины. Вообще, очень удобно все в одном месте. Не нужно распыляться. Во! Вот этот мне понравился. Букет из 21 кенийской розы. Кстати, к каждому букету идет открыточка, и текст к ней можно пропечатать прямо в приложении. Смотрите, с каждой покупки вам зачисляются бонусы, которые можно потратить потом на следующие подарки. Попробуйте и вы, это очень удобно и легко, и экономит кучу времени. А еще по волшебному промокоду «Хижина» вы получите 15% скидку на первый заказ, поэтому переходите по ссылке в описании и радуйте близких. Привет. Здравствуйте. Как ты? Как ты? О, вот, неплохо вот. Точно? Не обидели здесь? Нет, наоборот. Порадовали? Да. У меня прекрасное настроение. Кайфы, кайфы. Поделись настроением. Хорошо. Сижу, отдыхаю, вот, занимаюсь косплеем. А, ну да, хотел спросить, почему у тебя лицо такое белое? А, да, немножечко так. Ну, в принципе, это мой цвет кожи, но... А косплей на кого? А, это просто косплей школьницы, но так я очень много всяких образов делаю. Например, геншин, посты. Геншин? Да, да, да. Круто. 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 А что ты слушаешь? Что предпочитаешь? Могу тебе сыграть что-нибудь? Я обожаю разную музыку. Я меломан. Вот. И мне нравится электрофорез. Вот прям, я обожаю электрофорез. Ты пробовал играть? Слоя слушаю. Классно. Правильно. А какую песню тебе сыграть? А восьмикласснице, например. О, классный выбор. Ну давай попробуем. Давай. Ты говоришь, что у тебя по географии Трояка, мне на это просто напревать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк нога. Значительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница Мамина помада, сапоги старшей сестры Мне легко, а ты гордишься мной Ты любишь своих кукол и воздушные шары Но ровно в десять мама ждет тебя домой Восьмиклассница Блин, это очень классно. Спасибо большое. Я могу даже похлопать просто. А ты не в восьмом классе? Нет, нет, нет. Я в десятом. В десятом? В десятом? Да. Но тебе наверняка меньше дают, чем тебе есть. Да, я выгляжу чуть-чуть моложе своего возраста. Есть такое. Я песню тоже пишу. Ты можешь, кстати, послушать Яндекс.Музыка, если захочешь. Вот так наберешь Арслан и найдешь песню. Я вас где-то видела в ютюбе. Ты сейчас только по нику вспомнила и что? Нет, просто лицо знакомое. Я просто много что смотрю. Ты на ютюбе в большей степени сидишь, да? Да, я очень много сижу в ютюбе. Я еще немножко так... У меня есть маленький каналчик, Дэн Комикс. Я, ну, с моими одноклассниками озвучиваю всякие комиксы. О, офигеть. Я, например, озвучиваю Абяшу из Зайчика. Например, этот ролик как-то завирусился. 297 тысяч просмотров на ютюбе. Серьезно? Да. Я даже, знаешь, игру Atomic Heart? Да, да. Я коспоила близняшек. Офигеть, серьезно? Ты что, в полный рост фоткалась? Ну, не совсем, но я сделала как образ. У меня было боди, такое немножко такое, переливающееся. Я сделала косу. У меня есть того, что волосы рыжие. Я прям сделала прям экономичное все. Кайфы. Ты скинешь меня тогда в телеге посмотреть, да? Да, все. Я обещаю, что что-то скину. В каком городе живешь? Санкт-Петербург. Вау, классно. Да. Если хочешь, я тебя бесплатно тоже на свой будущий какой-нибудь концерт приглашу. Было бы классно. Весной как раз планируем и в Питере повторить. Поэтому, если что напишите. Прекрасно. Слушай, я сам не заметил, я сильно палюсь на самом деле. Я забыл вот это снять, смотри. Сейчас, погоди. Я это не заметила. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, я этого не видела вообще. Блин, я чуть не спалился. Ну, уже палюсь жестко теперь. Да, вот сюда уберу. Я просто вижу, лицо знакомое. Очень доволен знакомое. Я его вот только недавно посмотрела. Слоп. О, самочка, привет. Мне первый раз уже говорят, да? Вы не блогера? Нет. Случайно. Блин. Ну, я инстесанка. Ты можешь меня пропиарить? Если не сложно. Фит. Дорого стоит фит вообще? Ну, вообще, так сказать, ну, для простых там людей, короче, ну, 1300. Да что ты говоришь, моя хорошая? Только, ребята, потом не говорите, что я не встречал фейковую инстасамку. Не кликбейт. Встретил. Привет. Привет. Все, скучаешь? Не знаю, хочу с нормальными людьми пообщаться. А тут... О, это сложно. Да. Ну, можем пообщаться. Ты с гитарой, я так понимаю, ты тут общаешься языком музыки. О, как красиво. Ну, да, кто шарит, для того играю. Я вижу укулеле еще. Играешь, кстати, нет? Да, да. Я так и знаю. А где твой? Момент. Опа. Опа. Белоснежный. Минуту славы, давай, я хочу послушать. Ой, господи. Нет. Что ты же можешь? По-любому. Могу аккорды показать. Нет, спой. Ты не поешь? Нет. Не пою. Серьезно. Не танцую, не пою, не дышу. Зато красивое достаточно, да? Ооо. Ну, стоп. Ты сыграешь? Ты сыграешь. А можно что-нибудь из рока? Давай. Я очень люблю советскую музыку. Типа... Муслим Макомаев, Высоцкий, Моя Присталинская, Анна Герман. Барды все обожаю. Из мультфильмов советских, да, что-нибудь еще? Ну, тоже, да, да. Ночь пройдет, наступит мудроя с ноги. Такое хочешь? Такое хочу. Почему такие плохие аккорды? Я специально выбирала, чтобы тебе сложно было. Ну да, чтобы я мучился, блин. Конечно. Так, вот G. Вот, видишь, G. Все на баре, да? Нашел. Луч солнца золотого тьмы вскрыла мудрена. И между нами снова Вдруг вырослась стена. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пока не на сны. Солнце взойдет. Ла-ла-лай, ла-лай. И солнце взойдет. Это было бесподобно. Это было просто великое. Спасибо, мне приятно. Я понимаю, ты первый раз играл эту песню? Ну, здесь, да. Ну, а так пробовал. Видишь, тональности есть. И что это было? Ребята, хотите бесплатно футболку и вот такой вот браслет с моего официального магазина мерча ArslanShop.ru? Тогда слушайте внимательно. Только 24 ноября в моем магазине мерча состоится Черная Пятница, где при покупке любого товара в подарок вы будете получать футболку и браслет. Допустим, вы взяли вот такое вот худи на тему моих песен и закинули также в корзину футболочку. Футболка автоматически становится бесплатной и в подарок еще идет браслет. Более подробная информация в описании. Чтобы не упустить эту акцию, она бывает раз в год. Ребята, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я публикую самые важные новости. Допустим, даже закину все песни, которые исполнял сегодня в чат рулетки. Там же есть неизданные реакции с предыдущих чат рулеток. Фоточки, максимально близкое общение со мной, так что наш оазис, тихая гавань. А на этом все. В комментариях напишите, чья реакция вас зацепила. Не забудьте влепить лайк и подписаться на канал. Увидимся, пока!